В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает Андрей Боков, президент Союза архитекторов России, доктор архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук. Андрей Владимирович, добрый день. Добрый день, Сергей. Достаточно. Вы мне так замахали рукой, слишком много регалий называла. Тут еще не полный список, у меня длиннее. Я догадываюсь. Но в этом нет нужды, поверьте. Хорошо. Я должна сразу сказать, что программу мы записываем. Сегодня пятница, когда мы пишем программу. Буквально через час начнется первая открытая лекция в политехническом этого сезона. И Андрей Владимирович как раз своей лекцией встречает всех желающих в гостях у опорного обуза. Я подтверждаю это, Светлана. Да. Ну и естественно, первым делом, когда я договаривалась с встречей с вами, я спросила, успеете ли вы посмотреть город, потому что как же разговаривать с архитектором, который не видел наш город на какие-то городские темы. Всегда нужно применять. Фейсбук уже мне сказал, что все в порядке. Вас прогуляли по городу Кирово. Да, это действительно так. И вот я хотела бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями с точки зрения профессионала. Что вы отметили? Какие основные черты? Светлана, ну вы знаете, есть такая спасительная форма. Или форма, даже не знаю. Только не говорите, что у вас прекрасный старинный город и замечательные люди. Нет, нет, нет. Они такие есть, конечно. Именно, да. Именно, да. В связи с возможными опасениями я сразу-сразу говорю о том, что, знаете, есть такая опять такая фраза, что у меня сложилось весьма противоречивое, в общем, ощущение. То есть, с одной стороны, город действительно прекрасен. Несет в себе следы, в общем, было увеличение. И наверняка он был удивителен, неповторим. И вообще, должен вам сказать, что всегда глядя на то, как выглядели на фотографиях, конечно, каких-то открыток замечательных наших городов до 17-го года, я прихожу, конечно, в волнение. Потому что мы потеряли удивительный мир. Удивительный, фантастический мир. Я мог бы об этом много говорить. Но достаточно заметить, что люди, которые плохо знали Россию, люди, которые приезжали из Европы, прежде всего, в Россию, люди, которые способны были действительно думать, оценивать, сопоставлять и так далее, многие из них, те, которые, по крайней мере, вызывают сочувствие и доверие, приходили, в общем, в восторг от русских городов, которые не похожи, естественно, на европейские многими своими какими-то обстоятельствами, но которые были удивительно адекватны, которые были очень удобны для жизни, которые сегодня мы, наверное, с полным основанием можем называть зелеными, или теми городами, которые в полном согласии с природой, и которые, конечно, были прямой проекцией российской культуры. И прямым следствием, если угодно, национального характера, нашего представления о пространстве, о достойном пространстве обитания. И вот, к сожалению, эта картина, она подверглась совершенно необъяснимому, отчасти объяснимому, конечно, но абсолютно воровскому обрушению и разрушению в течение почти всех 70 лет советской власти. Советская власть последовательно работала над тем, чтобы картина мира, чтобы вот этот изумительный культурный ландшафт, который был создан многими поколениями наших предков, чтобы он был разрушен как можно скорее, чтобы любая память о том, что делалось когда-то, культурная память, прежде всего, была бы стерта, замещена, как в интернационале когда-то говорилось, мы старый мир разроем до основания, а затем, и затем появилось бы вот это вот затем что-то. Вот это затем, затем формировалось на основе последно сменявших друг друга трех таких утопических моделей. Я об этом, возможно, буду говорить на этой лекции, если почувствую, что это вызывает какой-то интерес в публике. Но принцип оставался одним и тем же. То есть смывать, уничтожать все то, что было до тебя, даже если это делалось как бы людьми, которые называли себя коммунистами и прочее, на этом месте воздвигать что-то иное. Как правило, в общем, ни средств, ни сил не хватало для того, чтобы выстроить какие-то новые города до какого-то, скажем, относительно осязаемого, ощутимого уровня. Или это случалось крайне редко. Хотя планы были масштабные. Это были планы, пространством реализации которых была вся страна. Значит, первая, если угодно, утопия, она предполагала создание новых городов и полное забвение о городах старых или их уничтожении. То есть с 30-х годов началось уничтожение церквей и храмов. Мы понимаем, что это для вятки означает. Когда полностью меняется силуэт, полностью меняется система ориентиров, полностью меняется культурное пространство, прежде всего. И дальше оно заполнялось чем-то. Но иногда оно не заполнялось, иногда оставались разрывы. Следующий этап, условно говоря, это сталинская утопия. Это такой парадный город, который опять-таки был реализован только обрывками. И глядя сейчас на вятку, мы видим, на Киров, мы видим следы вот этих вот спорадических усилий. Значит, видим фрагменты старой дореволюционной вятки, которые чудом уцелели. Но целостность и ткань, конечно, драматическим образом разрушены. Потом мы видим следы вот этих первых лет советской власти. Это какие-то вкрапления, это тот самый конструктивизм достаточно высокого качества. Дальше это вот эти сталинские дома, которые опять-таки некоторыми обрывками представлены. Дальше это, в общем, самый тяжелый, самый, я бы сказал, неадекватный в силе просто избранных материалов. Да, 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 да. Периодов, это такой хрущевско-брежневский, который постепенно был там смягчен присутствием каких-то крупных там зданий, каких-то относительно там индивидуальных, нетиповых, не столь унылых и прочих. Тем не менее, в общем, это все строилось тоже на совершенно определенной доктрине, полностью, кстати, исключавшей какое бы то ни было участие в формировании среды обитателей городов. Они были полностью исключены, они жили какой-то другой жизнью, они как-то там помимо закона где-то на затворках там пытались в силу-в силу просто отпущенных каких-то скромных возможностей что-то, что-то выстроить, как-то свой быт, быт, в общем, организовать и прочее. Но это никоим образом не влияло на судьбу города, на его ткань, на все то, что, повторяю, весьма радикальными способами, и очень жесткими, в общем, превращался вот в нечто-внечто соответствующее вот этой, не знаю, утопической модели. Там город, где один, типа, квартира должен был решить, сделать счастливыми, решить все задачки, сделать счастливыми всех-всех-всех. И вот эти обрывки, эти клочки этих трех-трех периодов, плюс проступающая каким-то образом вот эта удивительная ткань старого города, дополнился последние годы вот какими-то тоже странными, достаточно всякими такими, значит, сооружениями, сооружениями, то, что называется современной архитектурой, да, которая иногда производит более трагическое даже впечатление, чем то, что делалось. Абсолютно понятно, кто теперь становится главным субъектом, если угодно, политики этой, градостроительной политики, хотя многие говорят о том, что этой политики нет, она ни всякого сомнения существует. Это, конечно, это застройщики. Вы это знаете тоже, они, в общем, они практически определяют ситуацию в каждом городе. Я думаю, что у вас есть две-три компании. Вы знаете, точная застройка – это отдельная тема. Я готов об этом немножечко-немножечко рассказать, потому что не так страшна и точная застройка, как то, что связано вот с доминированием вот этого застройщика. Вот, вы начали об этом говорить. Я думаю, что у вас в городе есть два-три застройщика, которые диктуют, видимо. Абсолютно точно, да. Я думаю, что так. По крайней мере, в общем, я не знаю города в Российской Федерации, который как-то строился бы иначе. Значит, это те люди, ну, вообще это соответствует некоторой практике укропнения всех и вся, да. Какого-то, на самом деле, в общем, последнего выморачивания там малого бизнеса, выморачивания среднего бизнеса, семейного бизнеса и так далее. Из всех сфер, не только из торговли, но и из строительной практики и прочее. И всяческое, в общем, невоспрепятствование, по крайней мере, большому бизнесу, сформировать некоторые монополии и действительно диктовать, в общем. В итоге мы получили действительно парадоксальную такую картину, когда тот тип жилья, да, что сложился 50 лет тому назад и называется вообще во всем мире социальным жильем. Причем социальным жильем первого поколения. Это самые дешевые квартиры, это, в общем, самые тяжелые в эксплуатации квартиры. Те, которые были рассчитаны на непродолжительный период времени, были инструментом решения тяжелейших проблем, связанных с дефицитом жилья, вообще с дефицитом. Вот эти квартиры, практически эти дома, они начали только подрастать немножко, да, и появляться повсюду, и стали основным продуктом продаваемым. То есть то, что раньше при советской власти раздавалось бесплатно, сегодня практически без серьезных изменений, без каких-то корректив, стало чем-то продаваемым. И это вот печально. Да, печально. То, что вы рассказываете, я думаю, что вы увидели, скорее всего, маленький совсем там калачок города Кирова, вряд ли вас возили по окраинам районов, по микрорайонам новым. Но то, что вы рассказываете вот сейчас, меня пугает тем, что вы абсолютно описываете полную картину города Кирова с его новыми микрорайонами. То есть если это такая глобальная тенденция, ну страшно же это. Светлана, я с вами согласен совершенно, конечно, но для этого понятно, что нужно делать. Во-первых, нигде в мире ничего подобного, конечно, не происходит. Эти дома не строятся. У этих домов нет будущего. Нет будущего. Если продается это людям, люди должны понимать, что это тот тип имущества, недвижимости, капитализация, которая будет падать. Содержать их будет все сложнее и сложнее. Да, там, не знаю, расход металла, расход цемента, расход на необходимость в ремонтах каких-то, восстановительных, реконструкциях и так далее. Явное, совершенно явное отсутствие возможности их своевременно ремонтировать, тем более реконструировать. Все это... Случится все то же самое, что с хрущевками. Я же вам сказал, что они используют абсолютно те же лекалы и те же модели. Но просто то, что раздавалось бесплатно, и с этим можно было мириться, но бесплатному коню, как говорится, теперь продается. Теперь продается. И вот это самое печальное. Чтобы было понятно. Нам сейчас придется на одну минуту прерваться. Вы разъясните потом, чтобы было понятно. Мы продолжим эту фразу. Это Андрей Боков, президент Союза архитекторов России. Это его особое мнение. Возвращаемся в студию. Это особое мнение Андрея Владимировича Бокова, президента Союза архитекторов России, доктора архитектуры. И еще раз напоминаю, что мы записываем нашу программу в пятницу, прямо перед открытием нового сезона открытых лекций в политехническом. Говорили о том, что происходит глобально в градостроительстве России. Я хотела про Киров, но оказалось, что мы очень типичный город. И это происходит абсолютно везде. Что это такое? Мы остановились на новых домах, которые строятся в Кирове сейчас и в центре, и по окраину. Это такие выросшие хрущевки, как Вы сказали, Андрей Владимирович. А этому конец когда-нибудь придет? Конечно, разумеется. Не всякого сомнения. Это, в общем, ошибочная практика, которая не имеет будущего. И это может продолжаться до тех пор, пока будет существовать действительно монополия двух, трех, четырех застройщиков, которым это очень выгодно, понятно, которые не заботятся о эксплуатации, не заботятся, в общем, о будущем всех этих квадратных метров. Они не говорят, как правило, значит, какого срока вообще эксплуатации предельной всех этих, значит, всех этих историй. Делается это на низком качественном уровне, если вообще сравнивать уровень того, как мы строим с тем уровнем, который в мире вообще, говорит, считается нормальным. Кто может прекратить? Это вопрос политики. Это должно сделать государство, вне всякого сомнения. Другого субъекта, власть, другого субъекта, наделенного такими полномочиями, такой силы, сегодня нет. И в рамках одного региона не решить этот вопрос? Нет, вне всякого сомнения, конечно. Что является альтернативой? Вот это самое, пожалуй, интересное, любопытное. Значит, вы знаете, что мы строим в год где-то порядка там по половине квадратного метра на душу, по 0,6 квадратных метров на душу, где-то около 84 в прошлом году построили миллионов квадратных метров жилья. Из этих 84 квадратных метров жилья половина, приблизительно, чуть больше половины, это вот то самое жилье, кошмарное, о котором я говорю, от квартиры на этажах, условно говоря. Да, это навязанный продукт. Навязанный продукт. И вторые, там чуть меньше половины, может быть, это так называемое, в общем, индивидуальное жилищное строительство. Это то, что люди делают за свои деньги, к сожалению, кустарным способом, к сожалению, без какой бы ни было поддержки властей, но они это делают. И подавляющее большинство этих метров строится в пространстве, которое называется пригородом или загородом по-русски. В мире называется субе, сабербе. Да, и по наблюдениям, по результатам социологических обследований. В том случае, если это сабербе организовано правильным образом, я могу вам рассказать вообще, какие есть модели организации сабербе, то есть пространство жизни за границей города, или точнее на пути между городом и негородом. Если мы дойдем до этого, то вот это является самым интересным. У нас сегодня то обстоятельство, о котором я поведал сейчас, не осознается никем, к сожалению, ни профессионалами, теми, которые делают генеральные планы, проект территориального планирования, ни кем, одним словом. То есть это половина строящегося жилья, который, добавок, должен вам заметить, стоит на кадастровом учете, то есть оно как-то узаконено, но тем не менее, тем не менее, оно не осмыслено, как некое принципиальное явление. У меня такое сейчас ощущение, что ситуация в Российской Федерации с тем, насколько слышат архитекторов, такая же, как в городе Кирове. Естественно, она и претензия к администрации кировской, что нет главного архитектора, и тот, кто занимает как будто бы должность главного архитектора, она не обозначена так, не является таковым. А архитекторов не слышат. Вот вы же не один, наверное, в Союзе архитекторов России, кто пытается донести эту идею, эти слова, это возмущение до того же самого правительства, которое, как вы говорите, только оно, а может быть, только президент может решить эту ситуацию. Вас не слышат, не хотят слышать? Ну, Светлана, я же вам сказал, что существует группа людей, очень влиятельных, очень влиятельных, которые блокируют вообще любое движение, способно изменить эту ситуацию. Любое движение. Даже те какие-то радикальные шаги, там, не знаю, разговоры о дизайн-кодах, еще о чем-то. А сейчас же это очень популярная тема. Все это открытое пространство, урбанитика, я об этом могу вам рассказать тоже. Все это абсолютно безопасно для застройщика, поэтому играйте в это. Есть еще одно обстоятельство, то, что можно назвать полной депрофессионализацией практики. Когда на ключевых постах, в научно-исследовательских институтах, в проектных организациях и так далее, в министерствах, прибывают люди, мягко говоря, в общем, не имеющие представления о том, вообще, с чем они связаны и чем они занимаются. Просто. То есть, не имеющие ни образования, ни опыта, ни собственного мнения в связи с этим. То есть, люди, обслуживающие, в общем, какие-то интересы, которые, как правило, формулируются опять той группой, о которой я вам сказал. Менеджеры. Это менеджеры, да. Да, это менеджеры. Беседовать с ними достаточно сложно, они избегают вообще, к тому же, каких бы то ни было контактов, но они с успехом справляют свои главные задачи. Это полностью нейтрализовать и ликвидировать вообще профессионалов во всех сферах. Да, это, не знаю, касается промышленного производства, еще чего-то, еще чего-то, да. Это люди, которые, ну, они могут формировать какие-то инфляционные ресурсы, они могут процедуры прописывать, последовательность операции, еще что-то еще. Но сущностный уровень им абсолютно безразличен, и их не волнует, понимаешь? Есть какие-то проблески счастья в каких-нибудь российских... Конечно, конечно, Светлана, не всякого сомнения. Приведите позитивный пример, чтобы мы чуть-чуть переключились. Ну, во-первых, у нас нет в практике трансляции позитивных примеров. Мы почему-то все время говорим, там, вот сейчас в Москве расширились тротуары, мы еще не поняли вообще, к чему это может привести, но нам уже предложено распространять это на всем необъятном пространстве. То есть это продолжение утопического сознания, о котором я вам до того рассказывал подробно, да. Это попытка с помощью какого-то одного инструмента, какого-то одного средства решить сразу все, понимаете? Значит, есть такие примеры, да. Я могу привести вам три, которые мне очень нравятся. Ну, первое это то, что героическими усилиями удалось сделать в Белгородской области Белгородскому губернатору господину Савченко. Это отказаться, в основном отказаться от этого строительства, значит, домов с квартирами на этажах. И сбалансировано выстроить или сосредоточить не меньшую, по крайней мере, активность на другом полисе, то есть на индивидуальных домах. Он с Абаби у себя организует, да? Да, 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 да. И за это мы люди чрезвычайно благодарны, поверьте. И они такие прямо цивилизованные. Да. Со всей инфраструктурой, с единообразием построек. Да, это вот не тот, не те курятники или там не те дворцы, значит, которые сейчас возводят наши бедные сограждане, просто утратившие культуру собственного очага и собственного дома. А еще, наверное, утратившие культуру соседства, да? Ну, вы коснулись просто. Я думала, это утрачено полностью. Значит, бабушка моя покойная говорила, что соседи ближе родственников, знаете, вот, скажем, все эти американские, европейские, там, нейборс, там... Комьюнити. Комьюнити, да. Все они предполагают, конечно, длительно толерантные отношения, как бы вы ни относились к своему соседу и прочему, все равно поддерживаете с ним нормальное, абсолютно позитивное, конструктивное отношение. Значит, у нас это вышло все из обихода. Вот, знаете, как это? Квартирный вопрос испортил нас, да? Говорил Великий писатель. А еще, наверное, долгое время работы в советское время. Уходили на заводы рано утром, приходили поздно вечером, и, собственно, никто никого не видел. Это отдельная тема, конечно. Но не совсем так. Почему приходили-уходили, это тоже один из фундаментов, в общем, вот этих утопических моделей. Значит, надо было сделать все для того, чтобы человек был привязан к производству. И у нас партийная организация строилась по месту приложения труда, да? А в Германии, предположим, вы это знаете, на нацистской партии, она была иначе организована через институт соседства. То есть только соседи входили в местные партийные ячейки. А где вы работаете, дикторами интересовало. Так, переносимся обратно в современную Россию. Все об этом нельзя говорить, да? Позитивные примеры, хочется. Так, позитивные примеры. В Долгородской области. Безусловно, вне всякого сомнения. Туда можно везде посмотреть, как это происходит. Да, это сбалансированные соотношения между квартирным домом и индивидуальным домом. Это то, что необходимо крайне. То есть не всех расселять вот в этих заборах страшных, да? А, значит, давать людям возможность выбора. Сделать следующий шаг. Совершенный. Ехать с семьей уже в Петербург и там жить спокойно. Ну, вы знаете, что существует и другая у нас практика, когда люди стараются иметь два дома, да? Один за городом, другой в городе. Да, квартира в городе и полноценный дом. Или наоборот, да? Роскошный коттедж за городом, где живут дети. Да, и, короче, глава семьи может иногда переночевать в городе, если ему нужно. К примеру, достаточно распространенная модель, кстати, и не только в Москве, но и в Москве. Но смысл в том, что это два жилья. Это, конечно, доступно совершенно определенному кругу людей, но представителям среднего класса, конечно. И у нас это тоже было, когда была дача на сети сотках, но тем не менее она была, и была квартира. Это некоторым образом компенсировало все тяготы жизни в этой самой квартире или, значит, в этом спальном районе. Что еще? Это был сейчас в Красноярске. Красноярске чаще и чаще приводят к этому. Им удалось, прежде всего мэру, вместе с главным архитектором области удалось сохранить город, прошу прощения, удалось сохранить совершенно фантастический, уникальный, абсолютно такой парк в самом центре города. То есть вообще центральный парк на Манхэттене, он как бы вообще ничто. Бледнее, да, не идет ни в курсе. Это вдоль Енисея огромные массивы зелени, зеленые острова, где сейчас они, в общем, создали парки. Парки чрезвычайно привлекательные в любое время года. Парки посещаемые, парки популярные, парки очень интересные. Это совершенно создает особую атмосферу, конечно, особый тип обитания. И это то, что мы можем с уверенностью отнести к успешным практикам, к примерам, которыми надо воспользоваться. Почему? Да потому что немногим это удается. Идет выморачивание напротив зеленых территорий, зеленых пространств, застройка этих зеленых пространств. В Москве, как вы знаете, в Северном плане 1971 года сохранялись вот эти зеленые клини, которые шли практически до самого центра и формировали непрерывное зеленое пространство. Это очень важно для... Сейчас о нем все больше и больше говорят. И вот эти законы, которые были приняты в июле месяце, 3-го числа, зеленый щит, зеленый пояс и прочее, они разве не на это направлены, возвращение к этой культуре? Они направлены на это. Мы оба замолчали, потому что звукорежиссер показывает нам, что нам нужно прерваться на рекламу. Мы про зеленый щит и непрерывный зеленый пояс поговорим после небольшого перерыва. Продолжаем нашу программу. Это особое мнение микрофона Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает Андрей Боков, президент Союза архитекторов России, доктор архитектуры. Еще раз, это запись прямо накануне открытия нового сезона открытых лекций в политехническом. Мы с вами говорили, приводили такие позитивные примеры, которые существуют в Российской Федерации и замкнулись на том, что вы сказали мне, что вот эти законы, которые были приняты в июле месяце, аж 4 штуки, которые были предложены к пониманию широкой общественности, направлены на то, чтобы восстановить вот эти непрерывные зеленые зоны, зеленые щиты, пояса, как угодно их называйте, ну, примерно то, что вы говорили в Советском Союзе делалось. Вы считаете, что эти законы, это не возврат к этой хорошей идее? А что это? Светлана, говорить трудно. Вообще предсказать, как эти законы будут действовать, невозможно практически сегодня. Мы бы напринимали бездну хороших и плохих законов, но, как сказал еще классик, вся суровость российских законов, она компенсируется необязательностью их исполнения. Ну, это такая печальная, конечно, формула, но можно судить об этом по очереди некоторое время. Я хочу вам сказать лишь одно. Когда нет ни генплана, нет качественного генплана города, когда нет ПЗЗ и нет дисциплины исполнения этих документов, да, когда они не имеют силы закона, сделать нельзя ничего. Понимаете, можно проводить вот такие косметические операции, там, расширить татуары, не знаю, что там еще, поставить качели какие-то в центре города и так далее, но природа города это не изменит. Это не сделает жизнь комфортнее и прочее. Больше того, понимаете, сегодня мы средоточили усилия в тех пространствах, которые без того являются относительно благополучными. Скажем, в центре Москвы, ну что там делать, что там, кого особенно смущало и возмущало. Проблемы представляют совсем другие места и другие пространства. Сабербия, которые, повторяю, неузаконны. Пригороды, срединный пояс, хаотичный, чудовищный, неупорядоченный, бесчеловечный абсолютно, периферийный пояс, не менее проблематичный. Вот надо говорить и думать об этом. Что еще необходимо сказать? Зеленый, там, щит и прочее, это понятие весьма и весьма емкое. Мы привыкли город, усилиями, прежде всего, тех урбанистов, которых вы вспомнили, воспринимать город как некое-некое такое изолированное пятно со своими проблемами. Это глубочайшее заблуждение, которым мы обязаны, в основном, вот этим людям. Такое разругательное слово, в вашем понимании, урбанисты сейчас. Нет, нет, пусть они будут, просто их взгляд крайне несовершенен, этих людей. Я вам объясню, почему. Город не является, собственно, завершенным пространством обитания. Мы живем с вами между городом и негородом. Между городом и негородом. Негород – это вот те самые обширные зеленые пространства, которые доминируют вообще на территории России сегодня. Они лишены какого-быто ни было статуса, они лишены защиты серьезной, они вообще не имеют перспективы, они как-то исключены из рассуждений. Вместе с тем, без этих пространств не могут существовать следующее поколение, не существуют сегодня города, не существуют города. Город живет по стоку, поскольку вот есть это окружение природное и то окружение, где должно существовать сельское хозяйство, другие виды промышленности и так далее. Вот эти постоянные рассказы о том, что информационные технологии, банковские там какие-то, значит, всякие-всякие структуры и так далее, что они теперь наполнят город новой жизнью, а ничего другого нам не нужно. Это от полного незнания и непонимания, что сегодня промышленность, производство, да, оно становится уже менее человекаемким, оно перемещается в эти пространства. Там добывается все то, чем мы торгуем сегодня, благодаря чему живут эти города. Мы помним, как они жили недавно, когда нефть там по 120 стоила, да? Но что делать с этим пространством, которым эти города обязаны своим существованием, мы не знаем. Проблема глобальная. Конечно, понятно. Мы начали с города Кирова, с небольшого его участка, поняли, что все взаимосвязано и, в общем, нужно менять всю систему. — Сколько лет Вы нам даете тогда на то, чтобы изменилось сознание? Потому что, видимо, это в сознании все в нашем проекте. — Ну, сознание, сознание, мы знаем, оно управляемо, прежде всего в России. — Нужно прийти кто-то, кто... — Да, поэтому надо говорить о сознании тех людей, которые определяют, называется, повестка дня. Такое слово, да, нейтральное. Вот те, кто сегодня влияет и формирует эту повестку дня. Складывается ощущение, что сейчас, вот именно сейчас, наконец, понимание того, что с городом нужно что-то делать, что это становится пространством негодополучия, и разрыв между российским городом и городами наших ближайших соперников-конкурентов, те, которые на Востоке, а Китай, имею в виду, конечно, и те, которые на Западе, это даже страны Восточной и Центральной Европы, этот разрыв не сокращается, напротив, нарастает. Вот это очень печальное, конечно, обстоятельство. И ввиду аргументов в пользу того, чтобы любить страну и так далее, это занимает далеко не последнее место. Причем не только то, что происходит в городе при этом существенно, но и то, что происходит на другом поле, если в не городе. Не город, я вот это имею в виду. Вот в этом не городе. И о нем надо точно так же думать. И великое, как бы это вам сказать, заблуждение, конечно, вносит в умы вот эти урбанисты, которые склонны заниматься только той частью, которая, так сказать, им приятна, наверное, близка, которую там нужно как-то анализировать и прочее. Не менее существенным оказывается другая часть. Что еще? Пространство Европы нам показывает, да, пространство. Что это такое? Это, по сути, единый город. Это единый ландшафт культурный, где нет белых пятен, где нет дыр. Все компоненты которого участвуют в жизни. И все они, каждый тип поселения формирует свой образ жизни, наделенный своими недостатками, своими достоинствами. И это должно служить неким примером. Мы, по существу, сейчас склонны приговорить малые города, деревни к истреблению, к забвению. И мы делаем все для того, чтобы всем доказать и самих себя убедить в том, что это необходимо. Это заблуждение из категории тех, что беда России – это большие пространства, что у нас слишком много земли, поэтому нам так плохо, и что у нас дурной климат. Я могу назвать его, наверное, тоже вспомните некоторые примеры, которые привлекают это заблуждение. Большие пространства – это великое достоинство. Климат ни в коем образом не влияет, он просто стимулирует другие, другие, как бы это сказать, отличные от африканских способов поведения, среды и все остальное. Андрей Владимирович, а Вы ждете в ближайшее время какого-то значительного перелома в этой ситуации? Я думаю, что то, что продолжается, то, что мы наблюдаем вокруг, все вот эти страшные заборы панельные, в которых уже квартиры, по-моему, перестают постепенно покупать, несмотря на феноменальную поддержку, которая через ипотеку оказывается этим застройщикам. И главное то, что я вам сказал, что народ сам голосует вот таким образом, строя половину всего возникающего жилья, строит сам по абсолютно другим принципам и нового свойства. Я немножко по-другому сейчас уточню вопрос, и у нас остается буквально минута, чтобы на него ответить. Я поняла так, что решаться вопрос должен кардинально и решаться должен топами, то есть верхушкой власти. Да, пока я не вижу каких-то других, в общем. А видите ли вы сейчас существующие власти, и особенно учитывая, что прошли выборы, и мы знаем, из чего состоит сейчас Госдума, да, и, видимо, парламент как-то будет тоже переформирован, но и президент наш, вы видите, что в этом составе они будут способны по-другому посмотреть на проблему городов? Светлана, вы знаете, есть масса примеров того, как меняются люди, как меняется их мировоззрение, меняется система ценностей, мы с вами знаем немало примеров. Даете шанс? Вне всякого сомнения. Если они вообще склонны к, как бы это сказать, деликатнее, значит, к осмысленному поведению, к анализу происходящему, если они осознают свою ответственность вообще за будущее страны, если они в состоянии предугадать, как о них будут говорить, и что будут думать люди, которые появятся через 10-20 лет или способны будут оценивать, в общем, наше время, если они об этом задумываются, то, конечно, они начнут, начнут, так сказать, сотым менять. Ну, есть проблески, вы же рассказывали, вот примеры, примеры того же Красноярска, что все-таки... Я вам еще последний, Светлана, не привел пример. Давайте осталось. Любимый мной. Это, конечно, 130-й квартал Курзо-Иркутска. Иркутск. Да, Иркутск. Это восстановление довольно значительного пространства, в прошлом застроенного деревянными одноэтажными домами. Это дома, качество которых, естественно, несопоставимо, чрезвычайно высоко в сравнении с теми, значит, квартирами в этих самых жилобетонных страшных, страшных вот этих вот... То есть можно в рамках и отдельных городов решать какие-то пространные задачи. Совершенно верно. Больше того, значит, такая иркутская элита, она, наконец, для себя открыла этот образ жизни, этот тип такого вот усадебного, значит, традиционного жилья, как нечто, в общем, гораздо более привлекательное и комфортное, и они задают уже новую систему представления, новые стандарты для окружающих. Таким образом, мы можем ожидать встречное движение. Из регионов может пойти эта инициатива, да, и все больше распространяться, а уж если она добавится тем, что сверху будут приняты соответствующие, да, какие-то изменения, то, дай Бог, мы будем жить в той стране, которая для людей. Светлана, вы просто читаете мои мысли, что делает честь вам, эху Москвы. Спасибо. Городу Ятки. Нам тоже очень повезло, что вы приехали к нам в гости, а сегодня повезет еще больше тем людям, которые придут на вашу лекцию. Андрей Боков, президент Союза архитекторов России, доктор архитектуры. И не забывайте в политехническом открытые лекции. Спасибо вам. До свидания.